Макаров Это моя гордость. Макаров, как его жена меня, по-моему, жена сказала, Макаров вас души не чает, Макаров вас боготворит. Алексей Иванович, привет! Два года назад, он, конечно, он такой самородок, что мне язык не понравится назвать его учителем, себя его учителем. Что от меня, что от собственного таланта, узнаете сами. Ну, во-первых, вот это вот два года назад я про него фильм снял. Прошло два года, и вот он мне звонил, говорит, Константинович, набери там это самое, в том доме хозяин. Я набрал, фамилию набрал, и вы знаете, я оказался в удивительном мире, вот, в удивительном саду. А это знаете где? В Обнинск. Это Калужская область, это возле Москвы, а там сколько, я уже слышал, там ничего растет. Вы знаете, у нас тут по Москве такие холода, это в письмах. Какие у них холода, так вот, самый главный вопрос меня интересовал. Чьи персики, он говорит, ваши. Хух, я говорю, все, Алексей Макаров, Алексей Иванович, я вас сейчас раскручу. Присылайте материал. Он прислал мне вот этот материал. Нет, вначале пришло письмо. Интересно, я уже, не, уже зная, статья большая, добротная, про него в газете, раз. И фильм, сделанный журналистами в его саду, два. Вот. И это все. Ну, уже я знал, и вдруг мне от надежды приходит, а вы мне по два экземпляра книг, а вы нам четыре журнала. Ну, думаю, чему я еще могу Макарова научить. Представляете? В общем, получилось как. Ну, чуть ниже увидите. По порядку, вот как у меня хронологически сложилось. Потом приходит вот это письмо. Это уже от другого человека. Скажите, сколько в 13 дисках за 3000 рублей? А, есть учебный материал, как делать прививки. Я растерялся. Ну, значит, потом давай вспоминать. Диски номер один есть. Рассуждение всеобщее. Как подойти к дереву, как выбрать там. Номер два есть. Номер три личная книга. Это книга на диске, да. Там тоже есть несколько страниц. Там есть расшифрованная мной, моя, мой закон сопротивления почек при прививке. Ну, звучит громко. Закон, да. Но это закон. И он, знаете, как расшифровывается? Если третья почка на подвое, то четвертая почка берется с привоя. То есть, если пронумеровать и подвой, и привой. Видите, как просто? Ну, это условно. Там, может быть, не обязательно. Треть за ней четвертая. Но надо. Вот здесь, вот здесь. Это еще есть, да. Избранные статьи. И там несколько статей посвящено прививкам. Диск номер шесть. Знаете, что такое пятьсот фотографий? Это я отвечаю человеку, который, нет ли тринадцати ваших дисков, про прививки. Вот часть этих пятьсот фотографий. То есть, вовсе на прививки. Знаете, чем мои фотографии? Они уникальны. Они единственные на планете. Вот. Это вспомните, что до сих пор двадцать первый век. Рисунки вот этого же Гоше. Да. Или Шредера. Берут прямо. И даже Мичирина берут прямо из этого. Вот. Или у меня есть книга пособия для стойбинских переселенцев. И вот эти фотографии лепят в двадцать первом веке. Потому что делать лень самим. Сада собственного нет. А статью написать надо. Вот. А тут что такое пятьсот фотографий? Каждый из них. Если ни одного слова. Если ни одного не прочитать даже. Если не слышать ни одного моего предложения, так сказать, аудио. Просто пятьсот фотографий и вся история садоводства перед вами. Глянул, все понятно. Глянул, все понятно. Вот. Вот это вот ценность диска номер шесть. А дальше пошло, поехало. Здесь размазано оно тоже про прививку. Здесь размазано тоже про прививку. Диск номер десять. Практика прививки. Разжеванная. Вот. Диск номер двенадцать. Теория прививки. Диск номер тринадцать. Опять практика прививки. Вот так вот. И еще не 4 тысячи, а уже 3 тысячи. Вот. Не могу продать диски по цене там, ну сколько получается, рублей по 250. Бутылка водки дешевле. А в сумме эти диски это Нобелевская премия. Она стоит, поняли, да? Дешевле бутылки паршивой водки. Нобелевская премия. Это Россия. Вот. Добавились книги. Вот они. Прекрасные, иллюстрированные. Так, что в руки взять приятно. Вот.